здравствуйте уважаемый любитель ножей зритель нашего видео канала продолжаем ножи показывать который на складе опять я за этим столиком ну и смотри смотрим что изменилось да вокруг сады слегка так перестали цвести но не перестали тут половину морозом убило а здесь вот вообще прикольно вот обратите внимание на пленю свыду вот я стол с места не убирал вот все как мы смотрите все как мы снимали так все и осталось и вот пожар низовой пожар пал дошел прямо до ножки то есть вот прям все вот здесь уже начало гореть и подъехала пожарная машина уже пацаны запшикывать начали я как раз отъезжал я был в области мне звонит товарищ у него рядом пасека со стороны шапкина идет пола ветер северный как раз прямо на конюшне здесь 200 метров у нас до хозяйства что делать или легче блин вызывай пожарную то есть туда дальше вот вообще там немного тут где-то гектара 2 выгорел наверное примерно я дальше ходил ну короче суть такая два долбоеба каких-то они на квадрике были я их принципе видел они меня попались когда я выезжал потому что здесь чужих не ходят они ехали в эту сторону и потом место возгорания мы нашли свежий след квадрика то ли они из-за того что увидели ну вообще начнем с того что здесь им делать нечего был грибы здесь не растут они не охотники охотничий сезон закрытый рыбы тоже в лесу нету чем здесь надо было ну не знаю там пацаны какие-то своим тараканами либо они пол специально пустили увидели большой слой прошлогодней травы либо они курили бросили бычок но горел бодро просто жесть там вот вообще хорошо там шел вообще на уровне на уровне кустов там еще за поворотом и огонь так распространялся хорошо ну в общем вот короче мудак мудаков у нас в стране приписано лет на сто окста товарищами один говорил вот ну да ладно и вот мы на этом столике прямо вот продолжаем так но в принципе начали мы самых дорогих ножей и потихонечку идем скажем так вниз и вот сейчас я вам покажу тут лажи средние прямо каждый покручу не будешь в долго не затягивать среднего скажем так ценового сегмента и среднего размера на среднего вот следующий там будет видео который чуть покороче вот ну и начинаем вот с от с этой стороны нож так называемый шашлычный шашлычный а так назвал что большое лезвие ведь у нее взрез когда-то высокая режущая кромка смотрите очень много поклонников этого ножа нож очень хорошо продается и он именно такой среднего размера причем он как шкуродер ну сами цените и дропчик есть и это и вот кто среднего размера любит ручка гребняковская удобная чудо дропчик зашкуривать ну блин назвал шашлык ваш куски мяса им удобно резать о и сталь до 2 здесь самый то парни чехол резина пластиковый некоторые вот не называть их он звали ножны ножны резина пластиковые вот смотрите в красненьком есть такой же ну вот он же с 90 пятки смотрите кладу его на местном то что вам потом найти можно было вот он же зелененький сделано спят так в принципе вот классическое коричневый рукоять так вот такой смотреть нож знаете размер офигеть такого нож универсального плана это вообще изначально клинок от ножа скандинавского залить и в резину пластик смотрите ровненько прикольно без дропа кажется как будто он есть вот вот эту 8 вот такой же 95 то есть понимаете да мы и заливали вот это вот подрезали получился очень интересную штуку то есть его затачивать передолгу можно ну реально пацаны нож получился прикольный просто прикольный не знаю я вот такой взял себе шашлыки мне нравится мне кажется мне длинноват хотя смотрите как обманчиво вот они размер то один в один а это кажется легче не знаю вот всегда рассказываю то что нравится так ну вот это вариант русского охотничьего смотрите с резкой дроп напомню почему назвал эту серию русские охотничьи потому что вот эти все дропы это уже появилась большей части в россии это уже когда пошел рынок ножей появились с импортные ножи и начали ножи вот с этим закруглением сюда идти можете со мной сколько угодно и от тем спорить но кто постарше сто процентов вам скажет что раньше шли все таки вот вот ну по крайней мере в нашей местности вот я вот так назвал советские охотничьи то есть это как бы 2 2 интерпретации ножа но вот это было более распространенного по крайней мере я говорю за нижегородскую область вот вот следующее это советские охотничьи то есть вот он вариант русского охотничьего то есть возьмешь клинок дропчик все вот вот точно такой же он тоже с до 2 черненький где он тут у нас еще вот в таком варианте он есть с полной изрезкой кстати вот классный вот смотрите в процессе когда я смотрю ножи есть ножи которые мне ну реально заходит я это говорю от чистого сердца я вам скажу так вот из того что я вам показал вот эти три ножа мне нравится шашлычный в том числе кстати лучше шашлычный слоновой кости 12 мы вот но при этом вот этот он сделан с легкой линзочкой не знаете мне столько хочется ножи себе оставить разами я просто ну маньяч начинаю по ним а вот просто и он откупить гулян один вот из этой же серии но как бы нормально прикольно тоже русские охотничьи мне вот ничего в нем не вижу сверхъестественного это то же самое что я вам показывал вот это только с 90 пятки тоже русские охотничьи ну и все остальные я показал дальше это удлиненный грибник номер пять некоторым нравится я скажу что не мой типаж ножа мне нравится классический грибник короткий такой не нравится но для любителей этой модели для удлинений для резки мяса почему бы нет вот неплохой нож модель туристический такой изящный узкий взрез как грибника вот тоже нож которую я купил из этих но эти понятно я показывал советский охотничий не знаю не взял бы наверное потому что мне еще не в советском союзе надоели по крайней мере намелькались они были у всех охотников у многих а еще больше его не были не у охотников а их на взятки заказывали и стоило это чудо тогда с копытом вот здесь из дюрали кто помнит по шаблону на одной стороне нарисован заяц на другой гончая собака рисовали даже не не художники а просто по трафарету выскребали все так похабненько было потом травили в основном шел на взятки и стоил 35 рублей это 80-е годы началось месяц вот ну бешеные деньги у меня у мамы зарплата 80 4 рубля хирургическое медсестры 35 стоил чем железо тогда там в основном 4 х там так называемых было ну 40 короче сейчас из нее не делают тогда считалось что хорошо вот дальше эта модель лис один из одна из моделей лис там несколько там разные ну конкретно вот такая модель она мне очень из модели лис на мой взгляд вот сам удачную модель и это еще один нож который бы я купил и даже вот ближайшее время оставлю просто реально вот этот нет ну говорю сразу это мое это мой вкус от не говорит о том что надо вот это купить а этот нет может вообще нет ничего не покупать вот это мне больше нравится прямо конкретно их у нас дофига было у нас тогда были они из-за это из мки тоже ну классный нож и мне тоже как охотничья как туристические как на рыбалку офигенный рекомендую вот ну это вот примерно то же самое что я вам показал только со взрезкой в носик у меня ничего особенного наш пошли эту беркут модель ну так вот он ничего хищный себе мне взял а так кто-нибудь а может на своего соберется самый то колбаску порезать тоже туристический это вот на базе ножа багира не знаю прикольно но тоже не мое вот тоже вообще прикольно но это для тебя это миль 3 стиль да то есть понимаете для тех кто миль 3 любит это реально рукопашню ходить шикарный конечно да спуск видите какой классный но но если я такой нож и взял бы то чисто для коллекции положил бы на полочку куда ты просто вот любовался именно самим клинком но это то что мы вот смотрели удлиненный грибник я приложив все сказал значит с этим тоже понятно это вот тоже удлиненный грибник с полной взрезкой такой скажем без грани не знаю мне не зашел про это я сказал то есть да вот ничего это все грибники алтаец м клинок ручной работы луча с кругленький мы этим увидите дело рубляшка хороший тоже хорошая модель ходовая понятно все из этой серии вот на базе багира это то что я вам сказал то что мне понравилось вот он принципе прикольный нож и следу вот вот на мой взгляд тоже ничего интересную штука опять же у меня есть свой определенный вкус я не тоже все пытаюсь навязывать но ну пытаюсь наверное так из этих из этих чем посмотрим ага лисы вот хороший лист тоже выполнен сейчас пожалуй сделаю не так я не микс сделаю я сейчас маленько перетасую и отберу то что мне прямо ну по моделям залетела но видите карачаевский бычак смотрите как сделаны парни всех тиши я смотрел нам первое место это можно поставлю сайте полукруг зарезать саму набрать это просто бомба так кладем я сюда но мы их сейчас по одному положим да то есть из этих это это в принципе то же самое что он сейчас только что показал крочаевец ну вот тоже тоже хорошие парни так но это вот хоть и моя сталь любимый 9х с чукотка ну но это вот на любителя мы экспериментально сделали в ножнах от кезлика ну хрен не знает как все будет вот это ну это все вот это вот все то что я показывал да это из этой серии сейчас его там возьму я наверное вот еще вот это сюда положу алтайца так теперь положим шашлычный положим вот этот и обязательно вот этот ну здесь еще здесь станочные работы вот станочные до 2 алтайский алтайским тоже станок все классно вот я просто выделил те потому что те ручной работы сделаны но очень вот вот клинок ручная работа но очень охрененного качества просто вот они вот эти вот бычаки вот и такой бивачный ножик блин если вот кому-то отчет порубить в поход сходить кусты не знаю там в городе трубите стирок небольшой разжечь вот пойдет вот этот я его не буду откладывать сейчас не буду откладывать ну и мы вот этот положу это вот карачаевский из 9х с так теперь этот мы двигаем и сейчас будем продвигаться к ножам которые мне из этих очень понравились вот этот забыл да если он чемал вот как то так еще раз говорю у всех свои вкусы ребята всех свои вкусы вот но по этим ножам я бы еще раз прошелся я моник двигаю в сторону вот и того раз два три 4 5 6 7 8 9 10 кстати это вот ну какие то есть несколько вариантах и пройдемся еще раз русский охотничий но у нас вот несколько линков этих было они в линзу в полукруглую линзу сделано от обуха ну охрененный нож пацаны вот просто из русских охотничьих мне кажется самый крутой вот вот это вот на базе скандинава прикольно прям прикольно чем-то из 8 я просто люблю 8 а так вот он есть 95 сам модель шашлычный ну реально хренен нож саму в первую очередь как охотничий как шкуросъемную то есть концепции туда то же самое как бы как в советского охотничьего более шкуродер дальше алтай с ручной работы глядь как клинок сделал парню у кого из речка вот я показывал эти вот вообще эти вот вообще все должны купить просто просто я не знаю передает видео качество клинка или нет у пацаны смотрите начинают отсюда да давай полукруг классненький такой закончик здесь тоже полукруг вообще не знаю вот первое место просто вот завеска от обуха лис тоже классный не знаю мне вот эти все я работать на же все купил смысле понятно да вот это ну испытано вообще с этой заедкой этот форму классно леса алтавец тоже уж не работа классический 9хс и вот туристический короче вот пацаны а я забыл здесь чукотки слежит вот отчет отвлекся меня глаза от разбежались этот классический чукотка м ну и это вот чукотка номер два те что поужин вот в общем не забываем что скидка 20 процентов из наличия 15 процентов под заказ и действует до конца мая приобретайте все это все эти ножи в резина пластиковых ножнах я вам сейчас даже покажу как это не глядит парни вот нужно от них о видите вот беру я и вот например вот эти вот которые мне понравились сейчас я закладываю вас 1 кратчайский тоже такое такие ножны идут мистический вот вот у всех у тех тоже я просто вот у компактненько компактненько вот 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 такие дела парни я вот на вашем месте я вообще вот эти все сразу даже прям вот не распаковываю ладно покупаем и вам понравится всего доброго до встречи свидания